Привет! Сегодня я хочу рассказать тебе про трехэтажные дроби, которые многих вводят в ступор. Что мы делаем? Смотрите. Во-первых, нужно понять, что дробь это одно и то же, что деление. То есть в данном случае мы единицу делим на одну вторую. Давайте именно так и запишем. Единицу мы делим на одну вторую. Теперь вспоминаем правила деления обыкновенных дробей. Чтобы поделить на дробь, нужно деление заменить на умножение, а данную дробь перевернуть. То есть две первых. Собственно говоря, все умножаем. 1 умножаем на 2, делим на 1. Получается у нас 2. Давайте рассмотрим еще пример. Допустим, 3 мы делим на 5 восьмых. Делаем абсолютно то же самое. 3 делим на 5 восьмых. Меняем деление на умножение. Дробь при этом переворачиваем. Все. Значит, мы 3 умножаем на 8, делим на 5. Смотрите. Что здесь нужно заметить? Основное. Что всегда число, которое стоит в самом низу, то есть с первого этажа, оно улетает у нас наверх. Вот сюда. Поэтому можно использовать другой путь, короткий. Допустим, 5 поделить на 7 девятых. Мы 5 умножаем сразу на 9, то есть девятка у нас улетает наверх. И делим на 7. Вот и все. Вот таким образом мы можем справиться с страшными нашими трехэтажными дробями. Все. Всем пока. Удачи в школе. Субтитры сделал DimaTorzok